В Московском художественном театре имени Чехова исчезли портреты актеров Дмитрия Назарова и его жены Ольги Васильевой. Перед этим директор театра Константин Хабенский уволил актеров. Напомню, Дмитрий Назаров не скрывает свою антивоенную позицию. Его стихи с критической оценкой российских властей стали очень популярны в социальных сетях. О том, что сейчас происходит с российской культурой, мы поговорим с журналистом и публицистом Андреем Архангельским. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Максим. Андрей, как много деятелей культуры продолжают оставаться в России, при этом имеют открытую антивоенную позицию? Ну, я думаю, что те, кто имеют открытую антивоенную позицию, таких меньшинство. Точно примерно такая же часть, там, условно говоря, 10%, активно поддерживают, действительно, искренне активно поддерживают так называемую спецоперацию или войну, как говорят все нормальные люди. Ну, а, собственно говоря, вот эта большая середина, все, что между ними, это люди, воспитанные, собственно говоря, воспитанные, можно сказать, веками, да, вековой традицией послушания власти прежде всего, да. Эти люди никогда не пойдут против власти, а, стало быть, они будут помалкивать. Старая, небольшая, маленькая советская традиция кухонных бесед, возможно, что-то там они про себя или между собой и говорят, да, не скрывают своих чувств. Но, тем не менее, открыто они никогда не выступят. То есть вот вам 10% с той стороны, 10% с той, и вот 80% посредине, если хотите, в цифрах, то это выглядит так. Ну, в театре есть не только актеры, режиссеры, есть еще и публика. Если помните, польское сопротивление советской власти во многом как раз шло от театральной публики, которая захлопывала, например, артистов, которые были известны поддержкой советской власти. Возможно ли такое в России? Польша, конечно, уникальный пример. Украина, кстати говоря, когда отдельные люди, так сказать, только начинали бороться за независимость Украины, у украинцев есть точно такая же традиция. Но вот то, что мы называем сопротивлением, действительно, Польша в этом смысле уникальный пример. Ну, впрочем, после вторжения в Чехословакию, после 1968 года, собственно говоря, чехословацкая интеллигенция и чехословацкая публика тоже вела себя так. Но для этого, знаете, нужно иметь традицию свободную, большую какую-то историю свободы. Вот и у чехословаков, и у поляков такая традиция была. У нашей публики, к сожалению, нет традиции сопротивления, разве что вот такого тихого, пассивного. В советское время ее было больше, пожалуй, чем сейчас. В советское время не так боялись уже к концу советской власти, не так боялись выражать свою позицию, потому что знали, что за это ничего не будет. А теперь люди напуганы, потому что они не знают, какие репрессии могут последовать далее, да, что случится потом. То есть вот это как вот эра инкогнито, темная пространство. В общем, сейчас все застыли в ожидании и в страхе, я бы сказал так. Если говорить о культуре времен Второй мировой войны, там был такой парадокс, который меня когда-то удивлял, что фильмы и песни часто не воспринимались как фильмы и песни врага, они перекочевывались, писали свои слова на другую музыку. Сегодня такое, кажется, невозможно. Слушайте, Максим, это очень, это поразительный вопрос, вы, конечно, отдаю вам должное. Я хочу сказать о другом, вот Высоцкий, достаточно сказать об этом. Вы представляете себе, что с обеих сторон конфликта, да, люди выросли на Высоцком, для них это в своем роде самоидентификация, и можно себе представить, что с обеих сторон слушают Высоцкого. Или, условно говоря, про себя повторяют какие-то слова, ну, как все, кто мы, все, кто любят Высоцкого, да, они знают, что эти слова очень, некоторые песни очень бодрят, и просто ты нуждаешься в том, чтобы вот что-то такое услышать в критический момент внутри. И представьте себе абсурдность, вот еще один, еще один пример абсурдности этой войны, затеянной Путиным, то, что люди по обе стороны фронта слушают одного и того же Владимира Семеновича, и, условно говоря, стреляют друг в друга и умирают, твердя, может быть, про себя эти слова. Ну, что тут скажешь? Человеку, ну, вот, занимающему, как бы, человеку, имеющему сердце и душу, извините, ну, это просто разрывает душу и сердце, понимаете? Но если мы говорим о том, что создается сегодня, а что, кстати говоря, создается и по одну, и по другую сторону? Значит, смотрите, честно говоря, откровенно говоря, я не в восторге от, ну, вот, от новых песен, которые создаются сейчас на Украине, ну, не в восторге с эстетической точки зрения. Но в общем контексте сопротивления агрессору, естественно, что все эти песни, они как бы всякая лыка в строку, да? Оно естественно. И вот этот весь корпус новых песен, которые призывают к сопротивлению, которые поддерживают боевой дух, они логичны, они хороши. Там к ним эстетические могут быть претензии, но не в моем положении и не в наше время, так сказать, говорить об этом. Что касается российской эстрады, ну что, вот есть шаман, да, которого все обсуждают. Ну, что такое шаман? Откуда вообще эта традиция, да? Вот там я помню слово у него есть «истина одна», да? Вы знаете, если там копнуть чуть поглубже, это ведь нацбольская на самом деле эстетика. Вот у Наташи Медведевой была такая песня «Да смерть», и у Лимонова был, собственно говоря, был фильм о Лимонове «Да смерть», это вообще такая его, значит, такая его гиперидея в 2000-е, да? Но она вся была сдобрена, так сказать, каким-то сложным контекстом, там, опытом, извините, экзистенциалистов французских, с которыми, собственно говоря, Лимонов был знаком, да? Это лимоновская, нацбольская, так сказать, идея, она была, концепт, он был парадоксален, то есть там можно было, так сказать, в этом покопаться, да? Шаман – это, условно говоря, нацбольская эстетика в пересказе третьих лиц, то есть вот ни одна мысль не занимает больше как бы одной строчке. Ну, истина, если истина одна, что вы хотите? За всё отдувается один шаман. И надо сказать, что вот Захар Прилепин где-то в июле прошлого года, он собрал такой вот как бы комьюнити, и они всерьёз обсуждали, патриоты, да? Они всерьёз обсуждали, что нет новых Константинов Симоновых и нет Оренбургов. Где всплеск патриотической литературы и песен, и стихов «Где жди меня», да? Почему их нет? Да потому что, если даже цели объяснения этой войны меняются каждый месяц, если даже сам Владимир Путин не называет это войной, а называет это спецоперацией, какой искренности вы ждёте от поэтов? Ну, если это фальшак, условно говоря, на концептуальном уровне, какой искренности, какой отдачи вы ждёте от поэтов, от писателей? Так что никакого всплеска нет, и в этом смысле, даже если бы вы наблюдали за новогодними огоньками вот в этом году, да? На самом деле, вот все три часа вы практически... Ну, это практически была жвачка такая советско-попсовая, тире там 90-х каких-то годов. Собственно говоря, нет... Нечего даже представить из нового написанного. Ну, вот Пахмутова отдувается, так сказать, и Добронравов, да, за весь, ну, даже не патриотический дискурс, а просто такой умилительный советский а-ля 70-й. Ну, это тоже отдельная тема. Почему, допустим, там не было военного... Практически не было такого воинственного, как бы, ора. Он только представлен, патриотика представлена фактически одним шаманом и была, да? Почему не было, как бы, агрессивности, почему не было движухи, хотя там и Первый канал, и Россия могли бы это сделать запросто. Ну, вот, вы знаете, как вот афганская традиция, вот эти все песни военные, да, они немного нудные такие, они однообразные, тягучие, но, тем не менее, запросто телеканал, если бы была такая задача, он бы это сделал. Но этого не было. Наоборот, было желание утишить крону, как говорится, как говорят философы. Почему? Да потому что Кремль гораздо... Потому что война – это такой дискурс, с которым, как бы, тотальный дискурс. Ты с ним не поспоришь. И он предполагает, что люди, если люди слышат этот сигнал «да, война», они, соответственно, понимают, что они могут себе позволить больше, чем могли позволить до войны. Вот Кремль этой самостоятельности, решительности и, как бы, агрессивности, он боится этого больше, то есть, вот, как бы, активизации народного и самостоятельного. Кремль этого боится по-прежнему больше, чем вот того самого воинственного духа, в котором он нуждается. Вот в чём дело. Андрей, вот эти группы населения, которые, с одной стороны, поддерживают, а с другой стороны, не поддерживают войну. Давайте назовём это, в общем, своими именами. Насколько нужно современным медиа, современным журналистам устраивать диалог между этими группами? Да, я, понятно, здесь апеллирую в первую очередь к разговору Юрия Дудя с Оскаром Кучерой, вне зависимости даже от отношения к ним и их значимости в том числе. Нужны ли такие разговоры, на ваш взгляд, сегодня? Да, нужны. Я послушал часть, ну, скажем так, третью часть этого разговора. Почему вызвало резонансы? Почему, собственно говоря, люди это смотрят? Там 10 миллионов просмотров... Уже, хотя всего несколько дней прошло. Почему смотрят? Это интересный вопрос. Нам стоит задуматься над этим. Ну, вот, условно говоря, мы же видим, что Кучера не как бы неупёртый, да? То есть с ним можно говорить. Он пересказывает тезисы, собственно говоря, пропагандистские, при этом повторяя, что он не разбирается в политике, но это тоже довольно типично. Знаете что? Это вот, так сказать, умеренное, да? Умеренное с той стороны. Почему умеренные важны? Это мой вечный тезис, я об этом говорю. Когда, условно говоря, режим падёт по России, и когда произойдут первые независимые выборы, мы будем иметь дело именно с тем, что, ну, будет, условно говоря, вот третья часть как-то за что-то, ещё третья часть тоже активно против чего-то, да? И вот мы будем иметь дело с большим количеством умеренных людей. Ну, вот с Кучерой вы же понимаете, да, что с ним можно будет разговаривать, да? Я не хочу сказать, договориться, да? Но с ним можно будет разговаривать. Вот представьте себе, что сейчас этот сегмент не виден. Мы не видим умеренных. Вот вам, вот Аскар, так сказать, на его примере, вы можете увидеть, что есть какая-то прослойка неупёртых, неупоротых, и прошу прощения за мой сленг, да? Не я придумал, с которыми можно будет разговаривать. Там будет пропагандистская шелуха, да? Вот этот набор. Но там при этом, я обращу ваше внимание, там есть и с чем работать, как сказал бы психолог Максим. Психолог. Вы понимаете, о чём я говорю. Короче говоря, мне кажется, что интерес в этом, что там есть с чем работать. Ну, естественно, что это было бы банальностью как бы опровергать какие-то его тезисы или удивляться тому, что, ну, посмотрите, дважды два, не четыре, а пять выходит по Кучере, да? И как же, что же мы будем делать с этими людьми? Ну, я тут в этом смысле, я позитивно настроен. Я шульманист, так сказать, убеждённый, сторонник всё-таки вот идеи, концепта Екатерины Шульман. С людьми нужно работать и с людьми нужно разговаривать. Вот с такими людьми, как Кучера, придётся иметь дело. И с ними можно работать, в отличие от, скажем, людей, ну, совершенно зашоренных, закрытых. Пожалуй, так.